Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это продолжение партии в Сидмейер Стивилизейшн 6 за Турцию против живых соперников ФФА на семерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда интереснее смотреть с самого начала. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. 15. Ни хрена не слышу, что там. 15. 15, не 15, фиг знает. Так, это вот сюда пойдет, сейчас ждем. Коммунизм. Наверное, не буду. Кам я 10% науки идет. О, 406. Повеселее пошел. Какое щекление, ребят. Пока непонятно, куда там будет следующая помощь. Оказывается... Оказываться... Ну что, попробуем из Трапзона поотправлять вдруг. Сумеем построить. Надо на производство отправить. Так, следующим ходом я могу космопорты строить. Блин, ну, в Эдирне, видимо, все-таки надо полотину. Потому что я тут хочу космопорт поставить. В Стамбуле космопорт придется вместо какой-то из этих ставить. Отставил предложение. Даже, наверное, сюда ставил. Что у нас вообще по производству? 121. 106. Что-то я очень понимаю, что я могу улететь. Хотя еще 21 ход. Нет, 21 ход как-то много. Ракета-старин не открыл никто. А я не знаю, как мне тут, кстати, очки набивать. То есть, у меня единственное, это только захватывать, получается, американца. Но это мой самый выгодный торговый партнер. У меня 752 очка. Мы отстаем на 200 очков от Кельта. Ну, блин, я, наверное, все-таки первый будет там. Блин, я не успею водирное построить. Так, вот отсюда на производство куда? Давайте водирное и... Халеб. Нет, давайте водану. И нам бы еще карточку... Тематическое здание никак. Часы. От норвежца почему-то часы тут остались. О, морской порт не куплен. Упущение. Ну, кстати, угольную, наверное, все-таки... Так, космопорт давайте. Или угольную. Давайте сначала угольную. Потом космопорт. Так, в Стамбуле. Космопорт. В Эдирное. Космопорт. Космопорт. А Даня. Блин. Нет нормального места. Ну, вместо какого-то из... Давайте, наверное, сюда, чтобы соседство для гавани было хотя бы... В очередь. Сейчас вот это тут точно будет затоплено. Но это хотя бы еще не производство. Я не знаю, имеет ли смысл будет тут... Строить дальше. Ну, я все-таки победил в просьбе о помощи. Так, следим за дипломатической победой. Восемь ходов. Затопление. Четыре. Мне кажется, нету смысла. Это все затопнет. Просто нету смысла. Спасать. Просто не успеем. Космопорт 10. Да я лучше космопорт тут буду строить. Тут вообще еще что-нибудь топнет. А, вот это третьего. Блин. Так я-то бесконечно тут буду... Ладно, тогда я это. Пофигу. Космопорт сюда просто поставлю. Увеличивается количество... Археолога позже. Я лучше космопорт... Так, где он, блин? Лучше побыстрее космопорт и везде поставлю. Так, тут мы спасли, получается. Ставим... Космопорт. Так, что он вообще в науке? Че, ракет-то, смотри, только я открыл. Ой, мне что-то сомнение, что за 19 ходов я успею тут улететь. Очень большие сомнения. Ну, просто это не производственное место и не научное. Тут не раскачать науку... Не знаю, я до 500, наверное, смогу. А дальше все. Гал, слушай, забери ты этого скаута, он всю игру около Вильнюса простоял. Да я ему не мешаю жить. Ты космопорт это там ставишь? Да, ставлю космопорты. Но я что-то большие сомнения, что за 19 ходов тут можно улететь. Космопорты по 10 ходов, да? А? Космопорты по 10 ходов плюс проекты, ну, не, нереально. Да тут даже не в этом, а открыть то, что все, что надо. Я не думаю, тут у нас слишком мало науки. Я не знаю, как, а что мне... У меня только один вариант пытаться американца захватить, и то, мне кажется, мне не хватит очков тогда. Не, ну, во-первых, не получится захватить. Я же не без армии сижу. Но, во-вторых, лучше скинуться против Гала. Он блефует. Да, кстати, тоже вариант против Гала. И уран у тебя есть. Да, это факт. Ну, смотри, хорошо, я кидаю в Гала ракеты, его кто-то захватывает, он усиливается? Я как от этого усиливаюсь? Можно просто сжечь Галу. Предлагаю производство на 50% снижено. Не начисляются... Так, подождите, что там у Гала? Он там... Чтобы он как дипломатии не мог. Что-то у меня не приходит на ум. Давайте Галу снизим. А, кстати, да. Теряет 2 очка дипломатической победы. Гал? Гал сейчас за себя проголосует, чтобы одно потерять, да? Тут просто в ученых. Я помню, там за Маори кто-то там победил без постройки города. Так, почему я не могу далее? У меня есть у людей, что там? А, великие люди, кто не начисляется? Или удвоим под конец, так сказать? Она инженеров. Она инженеров. Она инженеров удвоим. Че нет? Я бы вот этого ученого попытался забрать. Так. Голосование заканчивается, ребят. Ну, я везде космопорты строю во всех городах. Но я не верю, что я могу успеть. Слишком мало... Ну, давайте думать, что тут можно сделать для победы. Можно пытаться очки. Удвоим. Блин, кто туда влил? Американец 10 очков влил. Ну, блин, я просто не... И 6 очков Нубия. Просто все влить туда. Я просто не понимаю людей иногда. Вот зачем? Зачем? Я понимаю, они не знают, что я это получил. Зачем вливать столько? Для чего? То есть, зачем вам удваивать? Инженера, ладно. Ладно. Просто все очки будут, знаете, больше очки дипломатии не нужны. Баллистику открыть на всякий... Ну, хотя я сила, пока космопорты не дострою, я баллистику не буду делать. Уран откроем. А, ну и алюминия у нас нету, я так понимаю. Вообще у кого-нибудь есть? У нубии и у норвежца, и у гала. Хорошо, уран. А, уран я еще не открыл. Ладно, все, ребята, спасибо за игру всем. Мы уже скоро соберутся. Это кто выходит? Могучий. Ацтек забирает, да? Ну, спасибо за игру. Спасибо. Спасибо, да. Ацтек прям всю игру со всеми воюют. Ацтек, ацтек. Ацтек, да. А виноват норвежец? Главное пришел, у меня разгромил и ушел. Без сарказма виноват норвежец. Я просто построил флот очень большой, чтобы его пугать. Он тоже построил очень большой флот. И потом я нахожусь, потому что ну его нафиг. Так, сколько у нас не хватает 300, ну, 250 очков для победы? Давайте смотреть, во-первых, чудеса. Монсен-Мишель, Панамский канал. Так, все, можно просто отключиться, да? Там уже нет. Да. Остался еще два города, осталось, но они падают буквально два хода. Всем спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо. Давай, счастливо. Вильнюс могу захватить. В принципе, вот Вильнюс вариант... О, уран у меня есть. Вильнюс вариант, потому что... Ну, мне уже культура не нужна, по-хорошему. Так, я в Эдирной вообще уже все обработал. Вот у меня одна клетка, походу, во всех моих городах еще не обработанная. Все остальное... Блин, где мне... Вот в Балтии море, что ли? Выкопать. Так, это все морские порты. А еще археологический в Трапзоне у нас. Центр вещания. Ну, мне центра вещания... Только у Леши, что ли, уран? Нет. Тут редкий случай, когда у одного на карте все ресурсы есть. Еще у Ацтека. Вообще, что-то как-то с ресурсами завезло. Не, ну, вообще, на самом деле, там и норвежец может, если подсуетиться, получить уран. Как вот с этого железа началось, так и продолжилось. Семнадцать ходов осталось. Не, слушайте, я точно не увлечу, не знаю, зачем я космопорты встрою. Че, вылетаем, парни? Блин. Вылетаем. Че делать? Слишком много ресурсов на войну с Ацтеком было потрачено. Американцы, почему у меня варвары что-то около Лос-Анджелеса грабят мои караваны? Кто-то сделал шпионом нехорошее дело. Я вот сейчас устраняю последствия. Если че-то было не я. Не, минус два довольства не стоит. Наверное, я бы оставил все-таки вот этих внутренние как-то не особо. Хотя вот либерализм еще неплохо. И республиканское наследие. Все города... Давайте вот все города с районом. Это просто точно в том, что не у всех губернаторов два жилья, а вот районы у всех городов есть. Э, два... Две прокачки, я имею в виду. О, я вот это открыл. Зашибись. Ну, шедевры можно теперь в море находить. Опять какая-то метель пустынная. 430. Ну, блин, да я не открою все, все равно. Вообще не верю. Не, давайте космическую гонку. Я уже через три хода косму... Хотя, слушайте, посмотрим. А вдруг... О, у меня тут флотоводец. Две случайных техи дают, кайф. Надо брать. Ребят, торговцы, что никто не хочет брать. Композиты, улучшенная баллистика. Ну, я не вижу смысла в американце бросать ядерку и с ним воевать. Это, скорее всего, упорка будет, потому что и у него тоже есть уран. Я поставлю здесь шахту чисто для того, чтобы, возможно, в нумибийца кидать. Ну, нумбия или галлия заберите, пожалуйста. О, спасибо. Может, кстати, внутреннее пропускать. Я не знаю. Так, давайте мы, наверное, прокачаем уже на космическую гонку. Блин, я не верю. Я не верю. 15 ходов до конца. Я не верю, что я смогу здесь... Все в Стамбул. А если мне тут еще ломать, вот так будет постоянно все. Как это выдерное сейчас происходит. Геотермальные не нужны. Рыбацкое судно плюс пищу. Вот это, кстати, можно взять. И мне еще до эпохи будущего, видите, сколько тех. Продолжение следует... Ахатуса, по-моему... А, эти статистические данные. Но я ее союзил, потому что у меня киллвей Кисси Ваня дает 15%. За... Больше даются эти... Да, ну ладно. О, слушайте, представительство городских проектов в Гонконге. Ну, там 8. Это слишком много. Я не смогу... Перебить. Ну, проекты это на улет, например. Понимаете, да? Мне компьютер за мапучи сначала дань предлагал 9 монет. Теперь вынес предупреждение. Опасно, типа. Так, а кто-нибудь вообще космопорт кроме меня строит? С другой стороны, нафига мне ему мешать? Ну, а, делается... Хищение технологий, диверсии. Ну, тогда давайте, наверное, к норвежцу будем пытаться что-нибудь стылить. Так, тут сидит у меня. Шетс-мод правим. Где пистолет? Ну, не знаю. Короче, у нас с Америкой и Нуби до конца игры уже точно войны не будет. То есть, если ядерку, то только в Галла кинуть. Так, промышленный, промышленный, промышленный. Так, господи, да что это такое? Что все промышленное и одних и тех же? Не могу тематический бонус собрать. Так, у меня 8 ходов и 6 очков до героического. Там, правда, героически будет 6 ходов, длится и конец игры. Не, ну, мне сейчас за космопорт дадут очки. Профессиональный спорт. Напряженочка такая. Ну, я бы, конечно, профессиональный спорт открыл. Нифига себе, ты разведчика зачем макаешь? Ну, страшно, бигдец. Это действительно. Так, рыбацкое судно. Где у меня следующий проект вообще? Запуск колонии на Марсе. Спутники тут, что ли? Ну, то есть, я не вижу на Луну. Запуск спутника есть, а где Луна? Луна, Луна. Вырублю, пожалуй, и потом шахту поставлю. Так. Стамбул у меня проекты строит. Так, тут мы карточку поставим, вот это на 15%. Ох, что-то, что-то сомнение все еще меня гложет. Ну, вообще... Как тут вот это открывается? Видите, тут для того, чтобы открыть, всего три техи надо. Причем одна из них... Слушайте, давайте робототехнику сначала откроем, потому что вполне может быть вот здесь. Тогда вообще будет классно. Я реально... Давайте робототехнику пока. Ну, что, будем как-то гала останавливать, нет? Ну, вы его соседи. Я помогать не буду, потому что я от этого ничего не выиграю. У меня очки не увеличатся. Ага, то есть вы хотите, чтобы все-таки Леша выиграл, да? Я как? Леша не выиграет. Ну, я хочу, чтобы Леша выиграл, например. Не знаю. Не вижу в этом ничего плохого. Это будет нечестно. Согласен. Да, я, может, попробовать гранаду и Вильнюс захватить, и Лахор. Блин, я слишком много юнитов потерял в войне с норвежцем. Ладно, пойдем-ка Вильнюс захватывать. Мне точно не нужна уже культура. Топор преслала. Добыли. Танк. Потом можно Лахор попробовать еще, да? А, ну, я уже точно выйду тут. Я первый еще и ветряк поставил среди всех. Галла, Кабулу надо войну убивить. Его нет. Не, не знаю этого. Сори. Ядерный синтез. Да. Не, он не оказывается. Пускай будет ускорение ядерного синтеза. Квестик выполнил. Не знаю, правда, как гранату брать. Очень не хочется... А, вот у меня еще какая-то необработанная клетка. Очень не хочется строить аэродромы. Вильнюс, мне кажется, двумя этими и танком должен забраться. Да, 666. А, Лахор тем более. 12 ходов. Может, мне выдирные танчики поднастроить и гранату забрать? Все. Ну, это единственные варианты. Я не знаю, мне... Я сейчас повторю. С американцем он идет наравне, и у него тоже есть уран. То есть, вообще бессмысленно. Было воевать норвежца. Я не могу удержать города. Если я бы не мог их захватывать за счет того, что я впереди по науке, но города удержать никак. Поэтому вот так. Печаль. Грусть. Печаль. Следующим ходом объявлю войну. Так. Фиговый инженер достался. Ну, как фиговое. Счастье никогда не помешает. В принципе. Следующим ходом можно будет увидеть. Тут стоим. Так. Тут обработан. Что-то я... А, это... Слушайте. Тут было у меня все улучшено. Это прошел этот долбанный. Блин. Блин. Ой, блин. Как... Вот эти... Короче, хреновая карта получилась. Ни хреново сыграл. В итоге. Так, ну, тут мы проекты читаем, конечно же. Продолжаем. Продолжается чтение. Где луна, интересно. Так. Космопорты, я так понимаю, что больше никто даже и не строил. Ракетостроение вышел американец, но ничего не построено. Без смысла. Так. Космическую гонку надо поставить. Довольство, где есть гарнизон. Ну, тут все правильно стоит. Не знаю. Тут можно, конечно, демократию попытаться. Потому что демократия дает... Во-первых, караваны еще плюс четыре производства. Так. Можно поставить... А, нету на проект. Слушайте, раньше было на проекты еще, да? Это убрали. Нет, тогда на производство, конечно, лучше коммунизм. И там еще десять процентов к науке у коммунизма. А где там... О, синтетическая технократия. Вот что надо. Синтетическую технократию пошли. Но все равно, десять ходов... А-а-а. Я даже не все проекты вижу. Это очень медленно. Очень медленная карта. То есть тут надо было... Кого-то захватывать. Короче, война с норвежцем абсолютно бесполезная в итоге оказалась. И, кстати, что ему и что мне. Вот это точно бессмысленно воевал я. Ой, как медленно. Снижается. Так, запуск колонии на Марсе. Ё-моё, а где лунная экспедиция? Вы тут, что ли? Через синтетические материалы. Ну, кайф. Не, это просто без шансов. То есть я мог вместо... Да нет, ну что я... Что вот? Хорошо, я вместо космопортов построил ядерки. Закидал американцу. Он меня в ответ закидал? Тем более, что американец, кстати, на что-то уран тратит. А это, скорее всего, на как раз ядерки. Он сейчас у кого-то будет бросать. Давайте глянем. Так. У него отношения. У него союз... Ну, наверное, в Галла будет бросать ядерки. То есть он, наверное, сейчас поплывет и попытается вот эти города захватить. Но это, мне что-то, кажется, не хватит. Все равно 200 очков. Блин, что-то сомнение у меня. Ацтек, конечно, в тоже всю игру... Ну, тут, кстати, у всех хреновые места. Самые худшими, кажется, у Галла были. Неплохие у американца, неплохие... Забавно. У меня плотины не успеют построиться, прежде чем игра закончится. Инженера найми. Какой? На космическую банку? Нет, военный инженер ускоряет плотины. А-а-а, вау. Я думаю, что вы написали в комментариях, что я тут, типа, мог ускорить. Но, честно говоря, мне было, что выдерны строить. У меня только выдерны мог военного инженера. И куда деньги вообще девать? Тут, слушайте, что так слабенько, я не пойму. Зас, это все поднешает, все равно. Может, еще одного танчика просто купить? А, подождите, у нас же принято снижение... Сниженный 50% производства военных юнитов. Давайте танчик просто построим тогда. Хотя он в этом городе будет долго строиться, я думаю. Блин, робот-человек, а потом и 5 ходов. Нет, танчик 2 хода. Норм. Выдерны. Робот 4 хода. Норм. В халепе. Ну, давайте продуктовый пока. Вода не проекты. Да. Гавань сломана. Ну, началось еще. Всех послов выгибали. Древний античность промышленности. Во. Блин, опять шрам. Да что? Древний, древний. Есть древний? Есть. Наконец-то. А, хрена. Но из... Так. Древнего не собирается. Промышленный не собирается. Потому что шрам мой. Шрам. Шрам. И античности мой. Кайф. Бессмысленно абсолютно так. Что он с победой? Победа. Ну, научный я не победю. По очкам гал. Там ацтек идет. Научный. Без шансов. Потому что осталось 8 ходов. Туризм точно нет. Религия точно нет. Дипломатия. 6 голосов точно нет. Религию проверим на всякий пожарный. 6, 9, 16. Нет. Точно нет. Так, Нубия пошла против ацтека. Логично. Так, мы пойдем гранату пытаться захватывать. Куда он приехал? Блин, что так слабо вообще город атакуется? 66 защита. Плюс 10 от внешнего влияния. Это что вообще такое? Ну, все равно 69. У него 69, у меня 85. Почему такой слабый урон? Я еще понимаю броненосец. Хотя и броненосец 78, 69. Почему так слабо-то? Что-то непонятно. Что-то непонятно. Ну, опять, посмотрите. Такое предложение. Блинкоры, можно опнуться, да? Хищение технологий. Диверсия на производстве. Вероятность побега. Я не знаю, нафиг, а это правда, хищение уже технологий-то. Да и все остальное уже тут нафиг надо. Будем честны. А что, в Нидоросе нету? Так, морской порт, кстати, можно и купить. Поехали. Следовательские гранты. Так что у нас... В итоге тут будет следующий проект? Да я только... Я только второй проект успею сделать. Короче... Смотрите. Война с Норвегией... Потратила... Ну, то есть я уничтожил ему флот и сам потерял. Я слишком много производства туда влил. Мне потом приходилось просто догонять американца по науке. То есть просто бессмысленная война. Во многом. Я не знаю, что мне мешало просто... Сделать то, что я и собирался делать. Приплыть к Мапуче и грабить его. Зачем я решил с норвежцем воевать там? Я прекрасно знаю, что норвежец отсюда придет. Сам же говорил, что отсюда придет норвежец. В итоге мы с ним воевали. Никто ничего никому... Ну, то есть никто никаких бонусов не получил от этого. Все получили только проблемы. Лучше бы потратили производство. Я бы по науке все равно не улетел. Я сейчас запомню. Даже если бы я не воевал с норвежцем, не хватило бы. Не хватило бы науке улететь. Да, вот она, лунная экспедиция. Два хода. Потом запуск луни на Майси. То есть четыре хода. И последняя неизвестно где. Где-то там должна быть. То есть четыре, семь. А до игры семь хедов. То есть я даже ту технологию, я последний проект даже не открою. Başк lecturer опери containers, С czy bounds или есть? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА О, старavat. РАБАСАНС МАРАСА. Поехали. РАБАСАНС МАРАСА. Продолжение следует... Продолжение следует... Урана ничего нет. Ни нефти, ни угля, ни алюминия. Ну ты ж уран куда-то тратишь. Ну, я пытаюсь... Мы дождемся... Дождемся хоть одну ядерку. Боже, у тебя 3600 денег. Купить атомных подводных лодок и бросить ядерку. Господи, ну... Они у меня не открыты. Круто. Вот я их искал, не нашел. Ну, туризм точно не нужно. Давайте к оружию возьмем. Ну, я не буду в Галла ничего бросать. Даже не пытаюсь. Потому что, опять же, повторю, мне это ничего не даст. Поэтому... Просто нету смысла. Не знаю, давайте, наверное, сделаем... Вот так. Вообще, что я тут поставил? Бапнул его. Вон, я построил пусковую шахту. А у меня там даже иконка не появляется с пуском ракеты. Где ты построил? Около Сент-Луис. Я не вижу, где. А, около аэропорта? Угу. Там не появляются иконки, как раньше. Нажать. Ну, хорошо. У тебя есть аэропорт. У тебя есть бомбардировщики? Алюминия нет. Блин. Я тебе дам. Ну, куплю сразу. Просто хочу, чтобы кинули ядерку. Считаю, игра, в которую не кинут ядерку, это... Не удалась. Два. Это... Так. Бомбардировщик. И реактивный. Так, ну давайте к гранаде объявим войну. Ну, попытка засчитывала. Чёрт. Прилетела ядерка, да? А сейчас игрока может уменьшиться? Конечно. Города у него будешь забирать. Я не понимаю, почему так слабо я атакую Вильнюс. 66. Танчик сотка. Там 66. Нет, чё, давайте апплодом. Да, он там много армии у него. Да, блин, как... Та фига я ход пропускаю. Города не захватить. Ну, тут нет смысла что-либо уже строить. Давайте грант. И тут я следующий проект, но это без шансов. Три хода. То есть за 150, ну, только второй проект закончится. То есть ещё один проект я могу учёным забабахать, но это... Вряд ли я его... Да нет, там... Я даже все проекты не сделаю, прикиньте. Ого! Это что за бонуси какие-то? О, на ведун захватили. Ну, на самом деле, таким макаром сейчас Ацтек победит, просто захватит те города, которые вы обстреливаете Галу. Хоть так. А чё? Хотя очень вряд ли сто... А чё тебе Гал сделал, что ты ему не хочешь дать победу? Да не, пусть победил-то заслуженно. Только чудес настроил. Просто с таким местом... Ну, вообще тут у всех место было не очень, но у него хуже всего, мне кажется. А у него не трудовая повинность в религии, случайно? Ну, мне пришлось её взять, потому что... Ну, трудовая повинность, но... Как бы... Оно немного компенсирует. То есть, смотри, ну, грубо говоря, в Дуракотере, да? Где у него тут производство? То есть у него только производство 12 со священного места. Откуда ему ещё тут брать? Ну, я, например, не в лучшей ситуации. У него хотя бы река есть. Ну, а у тебя хотя бы леса были. Не знаю, зачем ты их, брат, их все повырубал. Там, ну, тропические. А куда район оставить? Ну, так тоже, ну, как бы у всех такие проблемы, куда что вставить. Да, это да. То есть он, как бы, у него пустыня взял трудовую дисциплину, то есть пантеон на пустыне взял трудовую дисциплину. Блин, танком переехал бомбардировщик. А у меня же термоядерка есть. Кстати, почему-то спусковой шахты не запустить ничего. Я вторую поставил. Ничего. Блин, не знаю, почему так слабо все забирается. Это просто какой-то мрак. Просто со стенами невозможно ничего забрать. Ой, походил. Блин, а все... Я даже, наверное, Вильнюс не заберу. То есть без самолетов... Вот вам пример шестой цивы, что тут без самолетов просто ни хрена ничего не забирается. Так вот, это 66, это два удара самолетов. Мне очень понравилось, что ограничение ходов сейчас срабатывает. Обычно все игры у вас проходят с ограничением ходов? Не, по-разному. Просто если без ограничения, то стопудовая победа улетом будет, скорее всего. Ограничение действительно добавляется интересов. Батулаланс был бы нормальный, а не вот это то, что сейчас получилось. То было бы чуть по-другому. Согласен. Да, это вы что, ну я заберу. Я даже, наверное, успею и третий проект, получается, сделать. Но это все. Ну, не знаю, там выглядит так, что отстек может еще победить. Хотя, не знаю, если и американец что-нибудь позахватывает, тоже может победить. И, наверное, именно у Гала. Тут нету смысла, просто понимаете, это все ремонтировать, нету смысла в корпорациях, в моем случае. Вообще. Тут, видите, я не воспользовался, блин. А, тут еще прошло, это мрамор мне разрушило, все нафиг. Я неправильно действовал на этой карты. Господи, это еще тоже, что-то нет. Подождите, похренали. Если бы смог дуракотро захватить, то счет бы убавился очень сильно. Почему вот это вот, это, блин, вы, вы прикалываетесь, это прошел такой смерч? Это вообще прикол. Просто, просто мрак. Это не помогло бы, я неправильно делался. То есть, все, вначале все нормально было, все развивалось, все правильно, все делал там гавань, все зашибись было. И правильная идея была пойти мапучи грабить просто. Я не знаю, что мне стукнуло в голову воевать с норвежцем. Зачем? Просто зачем? Что это? Просто я выделил красные его корабли и решил быть, я же понимал, что у него большой флот. Я просто это даже понимал. Я такой решил, ну, я просто решил, надо повоевать. И вместо того, чтобы получить бонус от того, что от того, что это пограбил каперами свои. Видите, они, видите, как они их грабили? Один ход и просто пять клеток, один ход. То есть, просто всю, все побережье можно нафиг пограбить. Потом можно было бы прекратить, союз с Нуби, еще Нубица всего пограбить. У которого не было нифига караванов. Блин, Нумибиец. То есть, Галл, мало того, что его не захватит, так он еще и Нумибиеца захватывает. Класс. Обидненько. А, еще и американца захватывает? Нет, заходить он мне не сможет, просто помешает. Просто вопрос заключается в том, что ресурсов нет. А у него все. Так, а ядерки в него бросали вообще? Да, что успел, надо бывать. Чисто в Бандарбрюне, что ли? Да. Ну, понятно, что он зовут, сюда было бросать. Просто не добраться было кавалерии. Так, ну, тут еще один проект, последний запустим, очевидно. И на этом все. И на этом наши полномочия. Все. Ух ты, концерты пошли. Да, и еще, кстати, очень грустно играть без веры. На самом деле. Я в очередной раз в этом убежал. Куда танк делся? Блин, прикиньте, у меня танк в лесу сгорел. Серьезно. То есть, даже нету сообщения никакого, что куда-то делся. То есть, у меня куда-то делся танк. На его месте горит лес. Я могу предположить, что он сгорел в лесу. Ехал танк в Вильнюс, смотрит лес горит, заехал в него и сгорел. Литовские войны. И вот это, и кстати, вот это вот, что настолько, я не понимаю прикола. Разница в 20, а бьет еле-еле. Разница в 20 силы, в 22 силы. Там еще было больше, когда сотка была танчика. Что-то... У меня такое ощущение, что что-то поломано в очередной раз. В циве. Мы же тут уже еще и ББС поломался. Мы без ББС играли, потому что обновился до 1,6, и все, и просто постоянные рассинхроны. просто невозможно. Алексей, если бы у тебя мавзолей был, ты бы сейчас только запустил экспедицию. Буквально через пару ходов. Мавзолей? Ну, два раза инженера использовать. Ну да, нет, тут... Так, дело не в экспедиции. Дело же не в том, что я их запускаю, дело в науке. Я их не открыл. Я их строю быстро, два хода. Но я их не открыл просто, вот и все. У меня нету науки на них. Даже в эпоху будущего не вышел. Тут невозможно улететь. Слишком, слишком мало производственное место, чтобы иметь большую науку. Плюс еще все практически научные ГГшки завалили. Это да. И это у меня такая наука, читая проекты в городах. Да, я даже без самолетов тут просто захватывать нечего, короче. Бессмысленно. Так, ну давайте последний проект запустим. А, я его даже не открыл. Са еще ходом только откроется, кайф. А последний проект мы даже не видим, он вот тут где-то будет. можешь роботом пройтись левее, там Эль Куру и Бандар Бруней готов. Да я все, я все вижу. я же спутник запустил. У меня чего еще раз? Юнит у всех не ходит, только у меня. только у тебя. А, ядерка летела просто, попробуй сейчас. Как ты ее запустил? Бордировщиком. Он у меня переместился. Ну нет смысла на синтетическую технократию переключаться. Что там у нас есть 100%? Пофигу, заберут, ученого не заберут. Все бессмысленно, все тлен. Ну, мне, честно говоря, не понравилось. Мне не очень нравятся карты, немножко... Я понимаю, вот это хорошо, что все были в хреновой ситуации, но вот именно тот факт, что все в хреновой ситуации, это довольно медленное развитие получается. И все сидят, грустят, что-то скучают. Трабзон вообще весь затоплен. Грустно. в конец поставлю уже. Иду от стека, я так понял. Я думаю, что все равно этого не хватит наших действий для того, чтобы победил, ну, не победил гал. Так, слушай, да, но мне и Абу Симбелл надо... Я не могу просто пройти из-за того, что там Бусинбелл стоять, мне надо его захватить. Ну, тогда Дивадур. А потом... Достаю. Я в воду там зумбу кину. Нефть кончилась. Блин. Да, Дивадур я тоже могу захватить. Ладно, пока оставим этот город. Дивадура не достаешь? Ну, не этим ходом, следующим. Я только что захватил Абу Симбелл просто. Не-не, я про следующий как раз. Даже следующий достаю, да. А следующий год еще будет? Будет. 160-й? Или на 160-м все заканчивается? Нет, 160-й еще будет последний ход. Ух ты, где-то мы их пиратов нашел, там они на автомате плавали. Ничего я там предлагать не буду. Какая-то торговлю предлагает. Какая-то дружба с Норвежей зачем-то. Так, давайте я последний проект сделаю. Почему-то не хватило. Нет, так, а что мне... Смотри, у меня эти ресурсы, я мог максимум это попытаться захватить американца. Но американца я могу захватывать только либо на самолетах, либо ураном. Раз мы наравне идем. алюминия у меня не было как раз. Это два алюминия, которые тебе дал американец, это мне с хатусы привалило. Ну, типа, за сузеренство. Самого алюминия у меня не было. А кидаться ураном с американцем, который наравне со мной, ну так, все удовольствия. И вот и куда мне эти ресурсы девать? Я думал, ты меня наводишь в какой-то момент... Так я-то не могу твои города удержать, они бы отваливались по лояльности. А, ну да. То есть, смысл мне на тебя нападать? Потому что у меня нет нефти, если бы я даже забрал нубийца, то меня бы тут же снял гал. У меня тоже нефти нету, поэтому я жалею, что я в свое время не пошел с муками воевать с галом. Ресурсы, конечно, у нас очень... Нет, так просто сама по себе карта очень бедная. То есть, тут в принципе... Тут, кстати, вот отсутствие веры очень сильно сыграло. Если бы у меня была вера, если бы я мог где-то нормально веру сделать, чтобы можно было юниты покупать. Ну, все, я уже не могу добежать до Дивадура. Он там... Если бы ты мог убить как-то юнит, вот, Абу Симбел, кто-нибудь видит там у него корпус летучих? А как ты видел мою тарь? Тише, можно ли? Никак. Да, я тоже не знаю ничего. Все тогда. Победа, Гал? Ну да. Ну, последний пот, сделаю. Да, игра была отличная, мне понравилось. Мне не нравится эта бедоватая карта все-таки. То есть, хорошо, что оно, в принципе, стратегически, ну, как бы, все в равных условиях, по-моему, были довольно, но вот это медленное развитие у всех, оно сыграло свою роль. Мне больше не понравилось, что ресурсы были разбросаны так по карте, что вроде бы я даже успел расселиться на другой континент, но я там только один уголь нашел. Ну, это классика. Конечно, очень странно. Ну, хотя бы нефть на воде, это же нефть ни одной клеточки. Но я ученого на нефть взял, когда увидел меня, но я бы захотелось стать и выйти, если честно. А нефть тебе зачем было нужно? Я на голову собирался нападать в определенный... Ну, я имею в виду, для каких юнитов она тебе была нужна? А, Танками можно было просто пройтись. Я последнюю теху даже... Ну, последнюю теху для улета я даже не вижу, где она. То есть, я запустил все проекты, кроме последнего, но я даже не вижу, где она. То есть, даже... Ну, я не знаю, тут невозможно было просто в принципе никак по науке. Спасибо за игру. По очкам распределение трухи топ-3. Буду радоваться очень сильно сам себе. Чего, Шрам, ничего не слышно, что ты говоришь? По очкам сказать, кто топ-1, кто топ-2, По очкам сказать, кто топ-2, кто топ-2. Ну, второе место от стэк точно, я помню. А, все, нажал еще хотя бы один ход, и меня американец обогнал на одно очко. Ладно. Топ-2, да, иметь цивилизацию, от которой не получаешь бонусы, это, конечно, сильно. Осман тоже, я смотрю. Да, так у меня тоже, я, в общем-то, всю игру без бонусов просил. Я все думал, на кого нападать, а получается не на кого, даже этими янычарами и Ибрагимом своим некуда отправлять и не на кого нападать. Давайте количество сражений глянем. Надо в следующий раз тогда не случайно поднастроить, чтобы можно было по-погаче старт начинать. Калл в конце ходов, когда лечение, по-моему, супер оптимально. Ну да. Нет, при нормальном развитии к 160-му ходу можно и улететь, и культуры победить. Если бы горы были, то у всех было бы науки по 700-му, все, все. Давайте поссорим потери юнитов. Я, наверное, много юнитов потерял. Вот тут мне астек добивал юниты. еще раз всем спасибо за игру, пойду уже спать. Всем пока. Да, спокойной ночи. Ну и вам спасибо, что смотрели, спокойной ночи. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok